8 мая из жизни ушел актер театра и кино Сергей Дрейден. Многим он также был известен как Сергей Донцов. Свою первую роль в кино актер сыграл в 1960 году. Сергей Дрейден появился в эпизоде ленты «Осторожно, бабушка». Главную роль Сергей Дрейден получил спустя 10 лет. В картине о любви актер сыграл Митю Велихова. Также он сыграл ряд значимых ролей в фильмах «Фонтан», «Окно в Париж», «Блокадный дневник» и в других. Всего на счету Сергея Дрейдена более 90 актерских работ. Сергею Дрейдену был 81 год. Также 8 мая не стало актера, кинорежиссера и педагога Анатолия Елизарова. Актер сыграл в кино 9 небольших ролей. Некоторым телезрителям он знаком по фильмам «Совсем пропащий», «Ансамбль неудачников», «Экипаж» и по другим. В 1960-м в Москве на сцене Зеленого театра парка имени Горького состоялся дебют артиста, удостоенный высоких оценок специалистов. Вскоре Анатолий Елизаров стал лидером искусства пантомимы в Советском Союзе. Он активно гастролировал за рубежом. Его номера видели в 55 странах мира. Анатолий Елизаров умер на 81-м году жизни. Причиной его смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. 10 мая этот мир покинул актер театра и кино Олег Севастьянов. Первую роль он сыграл в студенческие годы, снявшись в короткометражном фильме «Солдат и царица». За все время актерской карьеры Олег Севастьянов лишь один раз сыграл главную роль. В 1985 году он сыграл комедианта в картине «Капитан Фракас». Также актер сыграл роли в популярных фильмах «Бронзовая птица», «12 стульев», «Небеса обетованные» и в других. В начале 90-х Олег Севастьянов оставил актерскую карьеру. С 2005 года он жил в Эстонии и был священником. Олег Севастьянов умер на 1975 году жизни. 12 мая не стала поэта, музыканта, певца, сценариста, актера, композитора, автора и исполнителя собственных песен Марка Котляра. Резкий поворот в творческой судьбе для него случился после участия в шоу «Народный продюсер» на «Радио Маяк». Поэт Евгений Евтушенко раскритиковал творчество Марка. Череда скандалов сыграла музыканту на руку и о нем узнала огромное число людей. В 2012 году он снялся в сериале «Мы с Ростова», а также засветился в популярном проекте «Камеди Баттл». Марк Котляр скончался на 49-м году жизни. Что стало причиной его смерти, неизвестно. Также 12 мая умер футболист Александр Каракин. Известно, что накануне он участвовал в гонке стритрейсеров. После ДТП спортсменам доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание. Александр Каракин выступал за футбольные клубы «Спартак», «Химки» и «Динамо». В 2018 году он завершил профессиональную карьеру. Футболисту было 32 года. В этот же день, 12 мая, земной путь завершил советский и российский актер театра и кино Владимир Кузнецов. Печальную новость сообщили на сайте театра «Ленком», в котором он служил с 1969 по 2014 год. Также актер известен главными ролями в советских фильмах «Битва за Москву», «Полосе прибоя», «Тихое следствие» и по многим другим. Всего в фильмографии Владимира Кузнецова более 40 работ. Актеру было 79 лет. 13 мая скончался деятель советского и российского телевидения Эдуард Сагалаев. Он был членом Академии российского телевидения. С 1984 по 1990 год Эдуард Сагалаев являлся главным редактором центрального телевидения СССР, в частности программы «Время», а также участвовал в запуске легендарной программы «Взгляд». Именно он придумал ей название.